Самым массовым событием долгожданных выходных станет «Библионочь-2018». Всероссийская акция охватит не только все читальные залы Армавира, но и другие культурные заведения. Магия книги раньше всех затронет Краеведческий музей. Он будет работать в обычное время с 9 до 17 часов и встретит посетителей литературной гостиной, посвященной юбилею Ивана Тургинева. К 80-летию руководителя кубанского казачьего хора Виктора Захарченко подготовлена тематическая презентация. Специально к акции запущены передвижные выставки. На вечер 21 апреля каждая библиотека подготовила интересную программу в городском дворце культуры, где расположена центральная библиотека имени Крупской. С 18.00 запланированы литературные квесты, театральные уголки, а также подведение итогов конкурса «Есть идея». Для желающих прочесть любимые произведения подготовят свободный микрофон. Посетить в библионочь стоит и дом Дангулова. Концерт старинных песен перенесет зрителей в глубину веков и затронет потаенные уголки души. Затем историю жизни в стихах расскажет армавирская поэтесса Римма Аристенко. Начинающих авторов и поклонников этого вида искусства приглашают к свободному микрофону. В то же время здесь развернутся интеллектуальные настольные игры по мотивам литературных произведений. С творчеством молодых художников познакомит выставка «Точка отсчета», которая будет действовать и в будни. Чтобы не пропустить самое интересное, во время библионочи можно посетить все площадки. Главное – успеть сделать это до полуночи. В выставочном зале дома Дангулова пройдут экскурсии и сладкие викторины. Здесь продолжает работу персональная экспозиция художника и преподавателя из Кропоткина Ивана Ботвинка. Заслуженный работник культуры Кубани уже более 50 лет пишет картины и учит этому мастерству воспитанников местной художественной школы. Насыщенная программа в доме Саввы Артемьевича запланирована на 24 апреля. Днем здесь пройдет дефилет театра «Мота». В 17.00 начнется литературно-музыкальный вечер исполнительницы и педагога Раисы Вениченко. В детской библиотеке имени Зои Космодемьянской чтецов будут ждать 21 апреля в 12.30. Ученики седьмых-одиннадцатых классов смогут попробовать сочинить хокку или представить собственные стихи о весне на суд жюри. Победителей ждут призы от ресторана японской кухни. Театралы не останутся без любимых спектаклей. В субботу вечером в Армавельском драмтеатре покажут Декамерон по мотивам новелл Джованни Бокачча. В воскресенье в полдень детская сказка «Аленький цветочек», а в 18.00 начнется комедия «Клинический случай». На выходных в воздухоопорном комплексе стартует первенство Краснодарского края по универсальному бою среди юношей и девушек. Ко дню местного самоуправления 25 апреля в Армавере пройдет квалификационный турнир по вольной борьбе. Тем временем в кинотеатрах развернулась спортивная драма «Тренер» Данилы Козловского. Главный герой Юли Столешников допускает фатальную ошибку, в решающий момент не забивает гол и лишает команду участия в чемпионате мира. Футболист не готов завязать со спортом и решает стать тренером клуба-аутсайдера. Фантастический фильм «Рэмпэйдж» рассказывает о необычной дружбе ученого Дэвиса и его подопечной гориллы. Но умный и послушный примат таинственным образом превратился в монстра. Дуэну Джонсону и его коллегам нужно создать антидот, спасти планету от других опасных хищников и вернуть бывшего друга. Юных хиноманов заинтересуют приключения Леонардо из города Винчи. Узнав от незнакомца о пропавшем сокровище, молодой изобретатель вместе с другом Лоренцо и прекрасной Джокондой бросают спокойную жизнь и отправляются на миссию «Монализа». Разнообразить будни и уикенд «Армавирцам» поможет рубрика «Афиша» портала городармавир.ру. Здесь в любое время суток вы найдете информацию об интересных событиях, а также сможете забронировать билеты в кино. Инна Лепеткина и Горщеников, служба информации, телеканал РНТВ «Армавир». Субтитры создавал DimaTorzok